Миллиарды от ржавчины, ВПК Испытательный пуск БРП Эльтрайдент 2 Фото Во вторник на профильной конференции, посвященной развитию вооруженных сил, заместитель министра обороны США Фрэнк Кендалл, курирующий вопросы закупок вооружения, заявил, что военному ведомству к 2021 году понадобится средство в размере доллар 10-12 миллиард для поддержания ядерного арсенала в боевом состоянии. Речь идет о так называемой ядерной тряде, стратегических бомбардировщиках, подводных лодках и стратегических ядерных ракетах. Пока у нас решения этой проблемы нет, сказал Кендалл. В Пентагоне заявляют, что весь американский ядерный арсенал должен быть модернизирован к 2030 году, многие заряды произведены в прошлом веке и, хотя надежно охраняться, модернизация необходима. Старение ядерного арсенала – одна из ключевых проблем, которая стоит перед ядерными державами, в том числе и перед Россией. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонный комплекс в правительстве РФ, заявил, что в планах правительства стопроцентное обновление ядерного арсенала. Правда, эти планы вызвали определенный скепсис у экспертов. В настоящее время в Конгрессе США происходит обсуждение бюджета военного ведомства на 2016 год. Предложения Барака Обамы включают в себя 561 миллиард долларов на нужды национальной обороны, а также дополнительные расходы в размере 38 миллиардов долларов. Однако в Конгрессе намерены пересмотреть ряд статей, в результате чего Пентагон получит всего около 500 миллиардов долларов. Законодатели ссылаются на свое постановление от 2011 года, которое ограничивает в том числе расходы на оборону. Оно было принято в качестве компромисса между республиканцами и демократами во время долгового кризиса, угрожавшего США дефолтом по внешним долгам. При этом стоит отметить, что в настоящее время во главе Сенатского комитета по обороне находится дружественный военным сенатор Джон Маккейн. Несмотря на то, что при утверждении своей кандидатуры он грозился пересмотреть многие дорогостоящие программы Пентагона, сейчас Маккейн выступает против сокращений. Глава военного ведомства Эштон Картер ранее обратился к законодателям с призывом не производить сокращение военного бюджета, так как это может нанести вред национальной безопасности. Он также пригрозил конгрессменам, что президент может наложить вето на проект бюджета. В то же время военный эксперт Тодд Харрисон из Центра стратегических и бюджетных исследований считает, что Пентагон сознательно обостряет ситуацию с военным бюджетом, называя планируемые сокращения секвестром. Он отметил, что Пентагон, так же как и другие ведомства, ранее согласился с компромиссными решениями. Оставаясь самой мощной военной державой в мире, США тем не менее переживают значительное сокращение военных расходов, говорится в опубликованном на этой неделе докладе Стокгольмского института защиты мира, СИПРИ. По данным его составителей, из-за бюджетных сокращений военные расходы в прошлом году упали на 6,5%, а всего с 2010 года – на 20%. Тем не менее военные расходы страны по-прежнему на 45% больше, чем в 2001 году, когда США подверглись террористическим атакам. Александр Братерский 15 апреля 2015 года Права на данный материал принадлежат газета Ру